Добрые и отзывчивые люди есть. С каждым годом их становится все больше. Один из них Олег Моисеев. Не так давно он помог нуждающейся семье из Арылаха Мернинского района. Передал ей 100 тысяч рублей. Тему продолжит Августа Степанова. Семья Житловых совсем недавно лишилась отца единственного кормильца. У вдовы Галины на руках остались трое маленьких детей. Месяц назад ситуация стала критической. Случилось несчастье, случилась беда. Муж у меня умер. И я оказалась в трудной жизненной ситуации. Что так вот получилось. Я приехала, когда прилетела в Якутию. У матери уже отрезали свет. Брат забрал сразу к себе. Помощь пришла неожиданно. О беде орлахской семьи узнал предприниматель из Мирного Олег Моисеев. Не раздумывая, решил помочь. Выигранный им гранд-главы республики 100 тысяч рублей полностью передал. Многодетная семья. Он не первый раз помогает нам. Мы однажды обратились к нему с просьбой о помощи для вручения новогодних подарков детям, которые живут в детском доме села Тайбахой. Он без вопросов нам помог. Ничего особенного в происходящем нет, говорит предприниматель. Помогать нуждающимся, по мнению Олега Моисеева, нужно не словом, а делом. У каждого человека в жизни бывает белая полоса, черная полоса. И я думаю, что этим людям нужно помогать. И помогать не в каких-то рекламных целях, а просто есть возможность помочь. Ну, надо помогать. Детские дома, школы, интернат, малоимущие и многодетные семьи. Список добрых дел Олега Моисеева немаленький. И вот очередное спасибо, адресовано ему. Я хочу выразить свою благодарность Олегу Кузьмичу Моисееву за то, что он отвлекнулся на мою просьбу, мою проблему. Я не думала, что есть люди такие, что вот так вот могут помочь. Не ожидала, конечно, для меня это очень неожиданно. Улыбнуться прохожим, помочь пожилому человеку перейти дорогу под силу каждому из нас. К тому же это еще и полезно. Ученые доказали, что добрые люди дольше живут, реже болеют и чувствуют себя счастливыми. Так что творите добро и будьте счастливы. Августа Степанова, Роман Ларин, Илья Засухин. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край».